Вещи в Ктос Левобережный несут пакетами каждый день. Здесь расположился импровизированный штаб благотворителей. На этот раз женщины отдают детские вещи другим амичкам. Анастасия Филипенко, мама двух девочек, говорит, это отличный способ помочь нуждающимся, а заодно и навести порядок у себя в шкафу. Малыши растут быстро, а вещей остается много. Жалко, уже полный дом мешает, поэтому отдаем, чтобы кому-то было нужно, чтобы пригодилось кому-то. Чтобы не просто валялись, поэтому пусть детки носят. Акцию инициировали сами жители микрорайона. Сначала приносили только детские вещи, как задумывали изначально, но потом ассортимент значительно расширился. На полках в Ктосе появилась одежда и для взрослых, причем некоторые вещи новые, даже с этикетками. От мамы к маме может же не только детские вещи, правильно? От мамы к маме может же и мама свои вещи другой маме отдать. Поэтому просто такой масштаб приобрела акция. Поэтому, да, принимаем все сейчас. Ну, мы не примем, естественно, рваное, то есть сильно заношенное, затертое. Просто эти вещи даже и у нас социальная поддержка тоже не примет. Поэтому перед тем, как ее передавать, мы, конечно, перебираем, смотрим, а потом уже складываем мешки, звоним, приезжает газель и увозит. Вещи, собранные за время таких акций, передают в Центр социальной поддержки населения. Объем этакой гуманитарной помощи с каждым годом растет. Если в 2017 году амичи пожертвовали 96 тысяч единиц одежды, как это здесь называют, то в 2018-м цифра стала еще внушительнее – уже 142 тысячи. Каждую вещь обязательно дезинфицируют, помещают в специальную камеру и обдают паром при температуре 90 градусов. В центр можно прийти почти как в магазин, выбрать понравившиеся вещи и забрать бесплатно – до 20 единиц на одного человека. Ну, смотри, рукава тебе по размеру, а длина? Давай посмотрим, какая будет длина. Ну, вот смотри, длина у тебя, получается, ниже колена. Вот сейчас будет весна, и тебе будет здорово в нем гулять, когда ты уже теплые штаны снимешь. Хочешь, это классик? Семья Архангельских – постоянные посетители центра. У Раисы шестеро детей, все девочки – двойняшки, тройняшки и старшая дочь. Одеваются здесь от и до. И ничего постыдного в этом нет, считает многодетная мама. Если смотреть на него с позиции того, что, ну, блин, я такой нищий, бедный, ну, пойду там возьму, и при этом вот так вот прикроюсь, чтобы меня только не видели, что я сюда приходил, то, конечно, это очень трудно. А у меня другая позиция. Если мы идем в магазин, мы платим за товар деньгами. Здесь мы приходим в магазин, и у нас есть возможность взять товар в подарок. А те ресурсы, допустим, которые мы тратим в магазине, деньги на покупку вещей, эти деньги я могу потратить на подарок для детей, я могу эти деньги сэкономить и потратить время, которое было бы потрачено на их зарабатывание, опять же, на свою семью. Желающих получить вещи от амичей с каждым годом все больше. Малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, лица без определенного места жительства. В 2018 году за одеждой в Центр соцподдержки пришло почти 14 тысяч человек. Для сравнения, в 2017 их было на 4 тысячи меньше. Директор учреждения Елена Дзюба уверена, дело вовсе не в бедности. Ну, я бы не стала связывать это напрямую с бедностью, просто людям это удобно, то есть это, конечно, позволяет сэкономить семейный бюджет, и поэтому люди, зная о нас и понимая, что они могут воспользоваться таким правом, просто этим правом пользуются. Причем пользуются достаточно активно. Хорошие вещи, особенно новые, на полках не залеживаются. Детский и женский гардероб постоянно обновляются, а вот ассортимент для подростков, мужчин и людей с аппетитными формами намного скромнее. Эти вещи всегда в дефиците. Кстати, как отмечают в Центре, чаще его пополняют такие же простые амичи со средним достатком, а порой и ниже. Впрочем, добро деньгами не измеряют. Продолжение следует... Продолжение следует...